Вопросы, которые особо волнуют и президента, и все общество. Сегодня Александр Лукашенко принял с докладом министра здравоохранения. Тем для разговора было много, но главное это снижение цен на лекарства и борьба с коррупцией. Владимир Караник министерский портфель получил два месяца назад. У ведомства в то время была, мягко говоря, не лучшая репутация. Виной тому громкие уголовные дела, по которым до сих пор проходят многие уже бывшие руководители учреждений здравоохранения. Дорогие импортные аппараты закупались, как оказалось, через подставных посредников и по коррупционным схемам. Убытки оплачивали обычные покупатели, а стоимость лекарств и медуслуг заметно выросла. Июнический разговор во Дворце независимости президент министру напомнил. Александр Лукашенко тогда дал конкретные поручения, выполнение которых ждал оперативно. Цель при этом – навести порядок в самом ведомстве и поработать над снижением цен в аптеках. Что уже сделано, а что в ближайшей перспективе, расскажет Наталья Стельмах. Месяц назад белорусский Минздрав решился на смелый шаг. Привлечь к сотрудничеству тех, кто активнее критикует, чем хвалит. Интернет-пользователи – одно из социальных сетей. Просьба сравнить стоимость лекарств в Беларуси и за рубежом. И если у нас выходит дороже, сообщить в комментариях. В итоге 400 сообщений. Не все по теме, но в список попадут свыше 100 импортных препаратов. На них ограничат максимальную цену. Автор ноу-хау – Владимир Караник. Он возглавил Министерство здравоохранения всего два месяца назад. Но уже готов держать ответ за ведомство. Вопрос ценообразования – вопрос номер один. Знаю, что вы в этом направлении работали и работаете. И самое главное – это установление той цены, которая есть на мировых рынках. И работа без посредников. Естественно, что посредники до 30% иногда и больше увеличивают цены на оборудование. То же самое касается и лекарственных средств, лекарств, препаратов, субстанций и так далее. В этом отношении нам надо было бы предпринять серьезное усилие. Тянуть нельзя. То, что касается именно организации закупок, достаточно плотно мы поработали со всеми заинтересованными сторонами. Это и поставщики медицинского оборудования с делами от назначения, это и Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Углубили проведение маркетинговых исследований. И на сегодняшний момент могу констатировать о том, что по многим позициям произошло существенное снижение цен на запасные части. Первый шаг отказ от посредников и поставщиков в пользу производителей уже дал ощутимый финансовый результат. Стоимость дорогостоящего оборудования снизилась минимум на четверть по отдельным позициям, наполовину и даже больше. К примеру, за рентгеновский излучатель для компьютерного томографа в прошлом году Минздрав платил больше 220 тысяч долларов. В этом меньше 90. Кроме того, ведомство впервые констатирует, ремонтируют и вводят в эксплуатацию оборудование больше, чем происходит поломок. А до конца сентября в медицинских учреждениях намерены восстановить всю технику. Если ремонт окажется невыгодным, ее заменят на новую. Пять компьютерных томографов, к слову, недавно закупили. Еще пять поставят в ближайшее время. В основе более рачительное отношение к бюджетным деньгам. Второй вопрос – это производство собственных лекарств, импортозамещение. Помню цифру мы когда-то считали, до 500 миллионов долларов мы тратили на закупку лекарств. Это недопустимо много, тем более мы можем производить свои лекарства. И тогда была поставлена задача до 50% собственного производства. Мы достигли этих 50 и больше процентов. Сейчас надо обратить серьезное внимание на субстанции и, как промышленность, комплектующие этих лекарств. Поэтому надо глубже заниматься разработкой и производством лекарственных средств. Одно из крупнейших на этом рынке предприятий – белмедпрепараты. Здесь и своя разработка, и производство. Почти тысяча зарегистрированных лекарственных средств, и только треть из них для внутреннего рынка. Буквально в этом месяце на прилавках аптек появится еще семь отечественных дженериков. Аналоги импортных препаратов производят по исходной формуле, но за меньшие деньги. 43% производимой продукции отпускается на экспорт. Сейчас это 24 страны мира. Это все страны бывшего Советского Союза. Это Вьетнам, Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан. Получение заводом сертификата европейского GMP дает нам возможность расширить рынки сбыта. При этом регистрацию лекарств, которые в стране не производят, при наличии международных сертификатов качества Минздрав предлагает упростить. На это потребуется не больше 35 дней и 120 базовых величин. Но закупки только централизованные. Сейчас их контролирует Белформация, где в стремлении работать без посредников пошли тем же путем, что и Минздрав. Стали заключать прямые контракты. В частности, с такими крупными компаниями, как Санафи Авентис, Пастер, Глакса, Гидеон. Мы всегда стремились к прямым контрактам по поставкам. С дистрибьютором мы заключаем договор в том случае, если производитель не осуществляет реализацию лекарственных средств самостоятельно. Подход здоровый, но в закупках из опыта Минздрава безопаснее довериться не людям, а технологиям. У нас сейчас по закону все самостоятельные закупки в медицинских учреждениях, они регистрируются на платформе ГИАС, где вносится вся информация о проведенной закупке. И мы сейчас совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли и резидентами Парка высоких технологий обсуждаем создание платформы, которая будет анализировать эти большие объемы данных с элементами искусственного интеллекта в автоматическом режиме и выявлять те позиции, однотипные позиции, которые разными больницами закупаются по разной цене. И как только такие позиции будут выявляться, сразу будут идти их сообщения для того, чтобы структуру Минздрава проанализировали, чем это обусловлено. И в таком случае желающих баловаться сценами, я думаю, не будет. Еще одна новость. Контролировать качество всех лекарств будет Госфармнадзор. Специалисты этой пока еще будущей структуры получат право проверять любое лекарство в аптеке или больнице. При этом контроль фармакологии не придется создавать с нуля. Им займутся сотрудники Министерства здравоохранения. Обязанности будут четко разграничены. Одни отвечают за регистрацию, вторые за допуск на рынок, третьи за контроль оборота. Опять же, когда не все полномочия в одних руках, возможностей для коррупции меньше. Ну и по совершенствованию системы ломать ничего не надо. Ломать — это глупость полная. И вы, и все мы выросли на этой системе вроде ничего. Но ничего не бывает разного всегда данного. Надо совершенствовать эту систему. Если у вас по этим и другим вопросам есть предложения, я готов их выслушать. Если они приемлемы, мы сделаем все для того, чтобы их реализовать уже в этом году. Одна из заметных тенденций — смещение специализированной помощи ближе к населению. Создание межрайонных и межрегиональных центров во многих случаях избавит от необходимости обращаться в областные клиники. А если поблизости больницы нет, помощь окажут мобильные бригады скорой. Я думаю, что эта работа будет продолжена для того, чтобы мы создали логистику, что где бы ни находился наш пациент, в случае какой-то серьезной, урожающей для жизни ситуации, будет соблюдено правило золотого часа, что после обращения в течение часа он сможет быть доставлен в клинику, который обладает всеми возможностями для того, чтобы ему оказать помощь на современном уровне. Как отмечает министр, сегодня нет задачи навязать пациенту какое-либо медицинское учреждение или определенный лекарственный препарат. Суть в том, чтобы был выбор — лечиться в столице или ближе к дому, купить белорусский препарат или импортный. Но когда речь о жизни и здоровье, должна быть гарантия качества. Наталья Стельмах, Евгения Лесникова, Александр Автухов. Наши новости ОНТ.